Что за страшная кошачья инфекция кальцевироз и как защитить от нее своего пушистика? Очередной подкидыш в коробке. Многие кошачьи инфекции настолько заразны, что даже изоляция в разных комнатах не всегда помогает. Некоторые кошки погибают от вирусов только потому, что хозяева не замечают их болезни вовремя. Или думают, зачем тратить деньги на лечение, это всего лишь кошка, если что, заведу новую. По-моему, отвратительная позиция. И я думаю, что многие котики со мной согласятся. Одна из самых страшных болезней для хвостатых это кальцевироз. Им и болела наша героиня. Эту маленькую кошечку зовут Нави. Ей 5 месяцев и всю жизнь она провела в приюте. Ее подкинули по традиции в коробке с тремя собратьями еще со всем крохами. Эти котята стали причиной кошачьей эпидемии в приюте. Котята были найдены больные. У них были выделения из глаз, изо рта. Они очень плохо кушали. И когда врач осматривал, заглянул в рот, увидел там язву, и он поставил, к сожалению, очень опасный диагноз для кошек – кальцевироз. Кальцевироз – вирусное заболевание, которое передается только от кошки к кошке. Другие питомцы человек заболеть им не могут, но вирус можно принести на лапах или на подошвах ботинок. Это заболевание поражает слизистый нос, рот и глотка кота покрываются язвами, и мертвыка не может есть и полноценно дышать. У животного наступают резкие симптомы, высокая температура, слюнотечение за счет того, что в ротовой полости появляются проблемы в виде язв на язычке и губах. Дополнительно к этим симптомам добавляются потери веса и аппетита, выделение из глаз и носа, трудное дыхание и пневмония, артрит и хромота. На поздних стадиях животное много кашляет, задыхается и его рвет. Кальцевироз очень заразен и может вызвать эпидемию среди кошек. Лечение нужно начинать при появлении первых симптомов, иначе есть большая вероятность остаться без любимого питомца. При кальцевирозе очень большое значение имеет домашняя забота питомца. Это насильное кормление, это при температуре, то есть хозяин регулирует подъем температуры, сбивает температуру. Это насильное паение животного. За счет того, что ротовая полость болезненная, животное не может самостоятельно употреблять пищу какое-то время. И если хозяин и врач вместе приложат максимальное усилие, то процент выживаемости достаточно хороший. Кормить больной кальцевирозом животное нужно теплой едой. Это может быть куриный бульон, детское питание, специальные паштеты. Кормить нужно со шприца насильно, если котик отказывается есть сам. То же самое и с водой. В ласке кальцевирозом заразилось много кошек, несмотря на обязательные прививки. Тем не менее, они помогли быстрее вылечить вирус. Трое собратьев Нави к несчастью погибли, но эта девочка оказалась крепкой и пошла на поправку. Сейчас это обычная, здоровая и жизнерадостная кошка. Нави она такая очень ласкуша, то есть видно, что она немного пуглива, потому что в ее жизни не так много ласки, к сожалению, было. То есть попав в приют из-за того, что она была, к сожалению, никому не нужна, она длительное время испытывала только определенную боль от лечения. Она к рукам хорошо, и вот ее только возьмешь, она сразу начинает урлыкать, то есть она такая кошка-трактор. Кошка-трактор подойдет любой семье. Главное, чтоб любили и поглаживали, и не бросали в случае болезни. Любому питомцу важно быть с хозяином в самые сложные моменты. Но будем надеяться, теперь у Нави крепкие иммунитеты болезни обойдут ее стороной. По крышам он не ходит, не ловит он мышей, и лапоем натянется на враги до ушей. Предпочитает бегу, неспешную ходьбу, фигуры в оправдании сошнутся на судьбу. В следующем выпуске нужны ли прививки щенкам и когда их делать? От каких болезней собака может быстро умереть? Новый герой программы.